Лето, солнце, море, пляж или водная станция Владикавказа. С началом каникул все школьники отправляются купаться, но далеко не все знают правила поведения на водных объектах. В преддверии начала сезона члены Северо-Остинского поисково-спасательного отряда учили детей основным правилам – как входить в воду, искать спасателей, оказывать первую медицинскую помощь. Но есть у них одна подшефная группа – отряд школы безопасности профессионального училища номер 5. Сегодня они отрабатывают действия при спасении утопающих. Все под контролем специалистов. Они объясняют, что именно должен уметь каждый квалифицированный спасатель. «Правильно должен подплыть, правильно должен заметить место, где последний раз утопающий показал, там водные круги, как правило, бывают. Правильно занырнуть и уметь достать до дна, найти утонувшего и поднять его на поверхность». На земле, в воздухе и, конечно, в воде. Задача ребят – помогать людям в любой экстренной ситуации. Эти 10 мальчишек и девчонок – отряд юных спасателей. Несмотря на свой юный возраст, самому старшему из них всего 16, они уже четко определились с будущей профессией. Мечтают стать профессиональными спасателями. «Я собираюсь стать спасателем, буду спасать людей. Трудно очень, для меня как бы медицина, спасти человека, это трудно очень. Легко пожар тушить. Для меня легко это». Добраться на лодке до места, где последний раз видели условного утопающего. С этим заданием все справляются на отлично. В небольшой заплыв отправляются подвое – студент и наставник. Весь путь юный спасатель преодолевает под контролем специалиста. Затем ребята учатся правильно бросать спасательные средства. Под умелым руководством за совсем короткие сроки из неопытных учеников ребята превращаются в настоящих спасателей. «Здесь будет очень много молодежи, детей. И наши дети, школа безопасности, Россоюз спас, постоянно будут здесь дежурить. Особенно у нас сегодня обучение прошли 15 студентов, которые будут здесь дежурить на водной станции, именно по спасению среди утопающих. Будут оказывать большую помощь». Сегодняшние учения проходили в рамках всероссийской акции. Уже через неделю эта группа отправится на четвёртый межрегиональный турнир по школе безопасности. Им предстоит показать своё мастерство по спасению людей при пожарах, техногенных катастрофах и, естественно, на воде. Все уверенные ребята достойно представят республику на соревнованиях. Яна Гайгиева, Олег Ромонов, Осетия ТВ.